Ещё совсем недавно никто толком не понимал, как будет работать механизм параллельного импорта. Как вдруг по новой схеме на российский рынок пошли тысячи новых иномарок, и среди них немалое количество интересных новинок. Например, у дилеров Mitsubishi появилась модель Xpander. Этот гибрид минивена и кроссовера, который правильнее назвать кроссвеном, привезли из Индонезии, где модель является настоящим хитом местного рынка. С полуторалитровым атмосферником, автоматической коробкой и передним приводом машина предлагается за 2 миллиона 240 тысяч рублей. А ведь схожий по габаритам семиместный Largus нынче стоит лишь немногим дешевле. В список штатного оборудования Xpander входят диодная оптика, камера заднего вида, бесключевой доступ и климат-контроль. Ещё один приятный бонус — это честные 22 сантиметра дорожного просвета. Ещё одно неожиданное предложение — это Mitsubishi Pajero за 3,5 миллиона рублей. А ведь выпуск этого внедорожника свернули ещё летом прошлого года, заодно закрыв именной завод Pajero Manufacturing. В легендарных стенах нынче делают туалетную бумагу. Те экземпляры, которые предлагают россиянам, как раз из прощального тиража. Все они белого цвета, с семиместными салонами, трёхлитровыми бензиновыми моторами и пятидиапазонными автоматическими коробками. Напомним, что российское представительство японской марки свернуло продажи заслуженной модели на рубеже 2019-2020 года. Тогда дилерам отгрузили 500 машин, так что нынешнее предложение — самый последний шанс обзавестись легендой. Mitsubishi Outlander нового четвёртого поколения не успел добраться до России официальным маршрутом. Теперь силами серых дилеров новинку весьма активно завозят из ОАЭ и через третьи страны из США. Цены разнятся от 4 до 5 миллионов рублей. У всех машин разные комплектации, но весьма богатый набор оборудования. Мотор доступен только один — это 2,5-литровый ниссановский атмосферник, с которым состыкован вариатор Jatka. Привод исключительно полный, построенный вокруг многодисковой муфты. Добавим, что все перечисленные модели не могут рассчитывать на официальную гарантию. На них распространяется усечённая дилерская, как правило, 2 года или 75 тысяч километров пробега. И как она будет работать, пока совершенно неясно. Также стоит отметить, что серый дилер серому дилеру рознь. Параллельными автомобилями сейчас торгуют как маленькие площадки, так и солидные дилерские сети. Притом последние устанавливают одинаковые прайс-листы для всех своих торговых точек.